Всем привет! С вами Хоккей Сик. Сегодня будем учиться бросать с неудобной стороны крюка. Приятного просмотра! Поехали! Если вы не понимаете, что такое неудобная сторона крюка, то коротко объясняю. Удобная сторона. Неудобная сторона. И вот с этой стороны мы сейчас будем бросать. Бросок с неудобной стороны выглядит примерно таким образом. Переложили. Нанесли бросок. Но, как обычно, давайте начнем с подготовительных упражнений. Как я всегда и говорю, для того, чтобы научиться бросать, для того, чтобы шайба у вас летела ровно блинчиком, вам необходимо научиться раскручивать шайбу. И поэтому это наше базовое подготовительное упражнение. В хоккейной стойке раскручиваем шайбу с пятки на носок, с носка на пятку. Здесь имеет значение направление движения. Если я раскручиваю с пятки на носок, а с неудобной стороны с носка на пятку, то это нам подойдет больше для броска с удобной стороны крюка. Так как, если вы помните, шайба с пятки на носок-то раскручивается. Но мы-то будем бросать с неудобной стороны. Соответственно, мы раскручиваем с пятки на носок с неудобной стороны крюка. И с носка на пятку с удобной, то есть в обратном направлении. Здесь надо чуть-чуть приноровиться. Хорошо, зафиксировали. И давайте двигаться дальше. И начнем с базового упражнения. Начнем пробовать наносить бросок, пока что стоя на месте. Так как я обладатель левого хвата, я буду располагаться левым плечом к воротам. Опять же, не забывайте, мы бросаем с неудобной стороны крюка. Вся та же самая история. Это вы отводите шайбу, переносите вес тела. В моем случае это правая нога. Выполняете перекат, разгоняете шайбу. Шайба раскручивается с пятки на носок. И выпускаете шайбу с крюка, провожая бросок накрытием крюка. Давайте покажу относительно медленно. Раз, два, три. Вот это был хороший бросок в девятку. В общем, принцип действия тот же самый. Перекат, раскручивание шайбы. Но давайте сейчас немножко подробнее погрузимся в содержание броска с неудобной стороны. Какие варианты бывают. А варианты бывают разные. Бросок, стоя на месте на коньках с неудобной стороны, достаточно сложный. Поэтому, если вам уж очень тяжело, то вы можете выполнять все то же самое, только в бросковой зоне без коньков. Хорошо. Вариант номер два. Уже выполнять бросок в динамике, то есть в движении. Я поставил себе вспомогательный конус. Я с шайбой буду двигаться по прямой. За конусом поменяю направление, то есть выполню небольшой вираж. Переложу шайбу, сяду на ногу и нанесу бросок. Должно быть чуть-чуть попроще. Знаете, здесь та же самая история, что и с броском с удобной стороны крюка. Так как многие мне писали, что да у тебя не будет столько времени, чтобы в игре нанести такой бросок. Конечно, нет. Игровые ситуации бывают абсолютно разные. Иногда вы в жестких условиях, и вам надо все выполнить буквально там за доли секунды. Но это база. С этого начинается обучение. А уже более сложные варианты вы нарабатываете, когда умеете делать базу. Поэтому и бросок с неудобной стороны крюка построен на том, что шайбу надо отвести, перенести, вести. Тело разогнать, раскрутить и направить в ворота, обязательно провожая бросок. Окей. Давайте по самым распространенным ошибкам, которые встречаются при изучении как раз-таки броска с неудобной стороны крюка. Ошибка первая. Это когда мы с вами двумя руками шайбу направляем не на ворота, то есть мы ее не разгоняем, а просто сразу делаем движение вверх. Знаете, как лопатой. Да, шайба может достаточно высоко взлететь, но и клюшка у вас сразу улетает выше уровня головы. Я даже видел случай, когда она вообще вот так вот перекашивала, и игрок падал. Поэтому неправильно. Это вот так вот. Я уж не говорю о том, что вы себя выключаете из игрового эпизода. Клюшка смотрит в ту точку ворот, куда вы будете бросать. Вторая ошибка. Это, что у вас не работают руки. Точнее, у вас работает только одна рука. Например, когда бросок наносится при моем левом хвате, только той рукой, которая держит ее снизу. То есть у меня это левая рука. Я даже не знаю, как это делают. Тоже вот так. То есть одна рука достаточно расслаблена, другая рука максимально напрягается и пытается поднять шайбу вверх и направить ее в ворота. Как и при передачах, в броске участвуют обе руки. Еще особенность броска с неудобной стороны – это работа корпуса. То есть, да, мы с вами сели на ногу, мы разогнали шайбу, раскрутили. Но вот это вот движение плеч на ворота – скручивающее движение. Помните, я рассказывал, вы вкручиваете. Наверное, при броске с неудобной даже более актуально. Все-таки сам по себе бросок слабее и никуда от этого не деться. Поэтому довернуть плечами, еще вложить туда немножко силушки в этот бросок – очень важно. Не только руки, подводя черту, а руки вместе с корпусом. Вот такие вот самые типичные ошибки. Хорошо, двигаемся дальше. В общем-то, представим ситуацию и заодно разберем третью ошибку. Я, как нападающий, врываюсь на пятак противника. Мне необходимо убрать шайбу. Ну, того требует игровая ситуация. А выиграю под неудобную. И мне надо нанести бросок. У меня больше нет времени на какое-либо другое действие. Я думаю, самые внимательные уже заметили. У меня шайба уходящая. То есть я начинаю уже тянуться за ней. И шайба при этом находится на носке крюка. У меня не получится бросок сильным. Если шайба будет уходящая, это будет бросок с вытянутых рук. Но если шайбу я даже обработаю комфортно, но неправильно положу ее на крюке, то есть то, о чем мы и начинали, что шайба раскручивается с пятки, а она у меня будет на носке, то тоже у меня бросок сорвется. Об этом тоже не стоит забывать. В общем, за это, как правило, отвечает та рука, которая держит клюшку сверху. То есть когда вы уходите в сторону, вы можете шайбу немножко подтянуть на себя. И уже из-за этого положения наносить бросок. Конечно, я знаю, что в динамике это все будет выглядеть куда более интересно, но мы сейчас идем по базам, 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 чтобы вы их понимали. Поэтому подрабатывайте шайбу. И шайба должна быть на правильном месте на крюке. Раз, увели, бросок. А еще правильно, попадать поворотом. Хорошо, теперь еще немножко подробнее. Сегодня такое насыщенное видео, поэтому поставь лайк. Поговорим о шайбе и о крюке. Как я говорил, в базовом варианте вы шайбу раскручиваете с пятки на носок. Ну, конечно, там не в прямом смысле, не от самой пятки до самого носка. Ну, вот примерно такой путь шайба на крюке проделает. Опять же, точка старта может быть и отсюда. Но сама фаза раскручивания обязана быть. Так вот, опять же, самые внимательные обратили внимание, что бросить можно двумя вариантами. Первый вариант, как я и говорил, шайба в постоянном контакте с крюком. Вы раскручиваете, выпускаете. А второй вариант, проецируя на бросок с удобной стороны крюка, это с небольшим подбиванием. То есть, когда вы немножко шайбу от крюка отпускаете, и потом этим же крюком, не нарушая техники, догоняете и подбиваете. Если разобрать меня, то я бросаю вторым вариантом. На самом деле, что с удобной стороны, что с неудобной. То есть, я всегда шайбу с крюка немного отпускаю. Мне так куда комфортнее. Еще раз показываю. Раз. И туда догнал. Кажется, бросок даже мощнее получается. Но не точный. Ну и, пожалуй, в завершении поговорим о наклоне крюка во время броска. И в какой конкретной ситуации, как примерно должен, под каким углом должен находиться крюк. Опять же, ситуации бывают разные. Когда мы говорим о броске со средней дистанции, да, то есть, мы крюк, мы шайбу разгоняем, крюк раскрываем и потом накрываем. И из опыта момент очень тонкий. Если вы сейчас обучаетесь броскам, вам надо потратить достаточное количество часов, чтобы этот тонкий момент почувствовать. К сожалению, у меня нет здесь универсального совета. Но напоминаю, что за это отвечает та рука, которая держит клюшку сверху. Поэтому тренировки, тренировки, тренировками. Опять же, когда у вас времени куда меньше, более игровая ситуация. Вы убрали шайбу, у вас нет времени отводить ее назад. Естественно, вы наносите короткий бросок. Но, может быть, не так заметно на камеру, но все равно весь вектор движения направлен на ворота. А ни в коем случае не вверх. Не совершайте типичную ошибку, о которой я уже говорил. Увели, бросили. То есть, крюк у нас раскрыт, но при этом не делайте из него вот такую вот горку. Такая горка имеет место на жизнь, когда вы уже находитесь в непосредственной близости около ворот. Например, представьте, что здесь непробиваемый воротарь. Я показал бросок с удобной стороны крюка, убрал по неудобную, он положил щиток, расстояние до ворот, сколько здесь, полтора метра. И мне надо сразу поднять шайбу вверх под перекладину. Здесь, конечно, моя правая рука поворачивается вправо. Я крюк кладу и все с той же пятки поднимаю шайбу вверх. Гол был? По-моему, был гол. Поэтому, резюмируя, подводя итог, чем ближе к воротам, тем острее угол относительно льда. Ну, смотря, конечно, с какой стороны угол мерить. Но с той стороны, которую мерю я. В общем-то, по броску с неудобной стороны крюка вот такая вот инструкция. Я надеюсь, вам понравилось. Если мало ли о чем-то я не сказал, обязательно напиши мне об этом в комментариях. Я почитаю и отвечу, возможно, в одном из следующих видео. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Поэтому поддержи меня, пожалуйста, лайком и положительным комментариям. Также не забывай подписываться в мои социальные сети. Я сейчас про Инстаграм. И отдельное спасибо моим партнерам, которые помогают создавать этот контент. Все ссылки, как обычно, в описании под этим видео. С вами был Хоккей Стик. Разящих вам бросков. И с удобной, и с неудобной стороны крюка. Хоккей в сердце. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok